Всем большущий приветик! С вами Алиса и Чародейка. Глава шестая. Начать! Джереми только что сообщил тебе, что Ава его сестра. Твое употрясение так велико, что даже в темноте кинозала Джереми тут же замечает это. Пожалуйста, прости меня, что не сказал сразу. Совсем из головы вылетела. Ты с ней еще не говорила после всего, что случилось? Мы уже пару раз сталкивались. И что ты о ней думаешь? Что я думаю об Аве? Я про нее вообще не думала. Она вроде как грубит людям, чтобы на нее обратили внимание. Я на таких людей предпочитаю время не тратить. Да, понимаю. Глубоко вдохнув, ты решаешь, что сейчас самое подходящее время ненадолго ускользнуть. Прости, я еще и расстроилась немного. Только я сейчас вспомнила, что сумочку в машине забыла. Хочешь, я за ней схожу? Нет, спасибо. Я сама хочу подышать свежим воздухом. Ладно, тогда держи ключи. Спасибо, скоро буду. Найти сумочку, забытую в машине Джереми, не составило особого труда. А вот где книга, это вопрос. Где они могли спрятать книгу? За задним... Под задним сидением. Вот черт, а если Ава меня обманула и тут совершенно ничего нет? И в этот момент ты неожиданно слышишь. Ой, опять этот латинский язык. А, что? Тихий голос, казалось, звучал прямо за твоей спиной. Ты разворачиваешься, но никого не видишь. Так, это уже слишком. Не поднимаясь на ноги, ты начинаешь шарить рукой под задним сидением. И неожиданно чувствуешь под своими пальцами холодный металл. Какой-то тайник. Это ящик со старыми инструментами, а под ними книга. Отлично. Ты берешь книгу в руки. Она мне почему-то знакома. Так хочется открыть, пролистать ее прямо сейчас. Но ты до смерти боишься увидеть, что же таится внутри. Нет, не сейчас. Я совсем не знаю, что там за колдовство такое. У меня свидание с Джереми. Если что-то со мной произойдет, придется ее как-то потом достать. Ты прячешь книгу обратно в ящик и, подхватив сумочку, бежишь назад в кинозал. Да, девочки, это еще проблема маленьких сумочек. Была бы сумка большущая, она бы ее туда могла спрятать. Вернувшись, ты снова садишься рядом с Джереми. Джереми бегло пересказывает сюжет. Ты пропустила момент, когда убитый в середине фильма лучший друг главного персонажа вернулся, чтобы всех спасти. Ну вот, лучшую сцену пропустила. Можем потом пересмотреть, если хочешь. Наконец поймем, что там творится. Я сейчас вообще не смотрел. Вы покидаете кинозал, улыбаясь и держать за руки. На пути к парковке вы замечаете до боли знакомую сладкую парочку. Ну, прямо как знала. Привет, Кевин. Привет, Ава. Вы что, тоже были на Луне в середине зимы? Тот фильм про оборотней? Еще чего, я такую фигню не смотрю. Мы смотрели Крепкий Кремень 3. Возмездие. Клевый фильм, кстати. Кевин и Джереми начинают обсуждать фильм. Ава демонстративно закатывает глаза. Дождавшись паузы в разговоре, Ава наконец выплескивает вопрос, который уже несколько минут вертится у нее на языке. И что, давно вы встречаетесь? Тебе какое дело, Ава? Ну, знаешь. А вдруг она думает, что я пошла с Джереми на свидание только ради книги? Мы же Роджер Феллеры. Мало ли, вдруг тобой интересуются не просто так. Я еле сдержалась. Роджер Феллер? Это так, в кавычках, очень оригинальная фамилия богатых людей. Вот коза, если ты еще сейчас и про книгу ему расскажешь. Да, мы тебя заколдуем в жабу. Знаешь, я думаю, Хлоя не из таких. А ты в этом прямо точно уверен. И что, она совсем-совсем не знает? Не знаю, что и в смысле не просто так. У нас богатая семья, знаешь ли. Почти весь город у нас в руках. Много кто хочет с нами под ручку ходить. И как для тебя удобно, смотри. Взяла и забыла, что кое-кто на голову тебя выше и тебе не пара. Как мне ответить на выпад Авы? Ха, отшить. Во-первых, если ты выросла богатой стервой, это не значит, что у Джереми характер такой же. Чего? Это ты мне сейчас что сказала? Что слышала? Что слышала? Джереми добрый, умный, забавный. Что-то на тебя совсем не похож. Я и представить не могла, что ты ему родная сестра. И представь себе, об этом прискорбном факте я узнала о Джереми только несколько минут назад. Джереми, стоя рядом с тобой, только кивает. Во-вторых, слушай, я не знаю, какие тебе доказательства нужны, что я не притворяюсь. Так что вот что скажу. Мне правда пофиг, сколько у вас денег. Понимаешь, в мире просто нет таких денег, чтобы стоять и терпеть, что ты несешь. Поняла? У Авы на несколько секунд отпала челюсть, пока ее снова не прорвало от злости. Джереми, ты что, вот так будешь тут торчать и молча ее слушать? Увы, она все-таки правду говорит. До Кевина наконец доходит, о чем идет речь. Эй, хорош на Аву наезжать. Ты это, расслабься, не влезай. Да, да, квадратик. Квадратик, кажется, квадрат. Кевин моментально захлопывает рот. Похоже, репутация Джереми даже ему не по зубам. Ава едва не светится красным от ярости. Пф, тоже мне. Пока, идиоты. Спокойной ночи, спать пора. Если не забудете, как это. А вот это неплохо. Взяв Кевина под ручку, Ава тащит его прочь. Вы с Джереми возвращаетесь к машине и едете к тебе домой. Слушай, извини, пожалуйста. Ава сейчас много глупостей наговорила. Что мне сказать ему в ответ? Это не твоя вина. Не извиняйся за нее, Джереми. Она ведь все равно моя сестра. Если она не умеет быть вежливой с девушкой, которая мне нравится, это ведь и моя вина. Пара минут, и вы уже напротив твоего дома. Надеюсь, вечер не испорчен. Мне с тобой очень понравилось. И мне тоже. Осталось только как-то извлечь книгу заклинаний из твоей машины. И тут до тебя доходит, что Джереми пока отпускать нельзя. Книга-то до сих пор у него. Да и чисто по-человечески, ты была бы не прочь побыть в его компании еще немного. Джереми, слушай. Хочешь зайти ненадолго? Время еще есть? Да, давай. Тетя Эшли наверняка ждет меня, но я придумаю что-нибудь, чтобы ее отвлечь. Да не страшно, у тебя хорошая тетя. Плюс я почему-то нравлюсь всем родителям. Не хвастаюсь, говорю как есть. Ты уже готова захлопнуть за собой дверцу машины, но Джереми останавливает тебя. Погоди, ты снова чуть сумочку не забыла. Не получилось. О, спасибо. А, блин. Да, один и тот же трюк второй раз никогда не работает. Тетя Эшли сидит в гостиной и смотрит сериал. Арнольд устроился рядом с ней на одном из стульев. Он следит за тобой, прищурив глаза. Да-да, не смотри на меня так. Я все помню. О, ты уже вернулась. И Джереми с тобой. Заходите, заходите. Не стой на пороге, будь как дома. Как кино посмотрели. Ты даешь Джереми ответить на этот вопрос, а сама пока думаешь, как быть дальше. Держать его тут вечно я не могу. Если я опять стану рыться в него в машине, он меня заподозрит. Надо скорее что-то предпринять. Как достать книгу заклинаний из машины? А вот это прикольно. Воспользоваться своими способностями. Джереми и тетя Эшли между тем мило беседуют. Дождавшись паузы, ты произносишь волшебные слова. Я что-то проголодалась. Джереми, ты не голоден? Заслышав тебя, тетя буквально подскакивает с дивана. Так вы и проголодались. Сейчас-сейчас я все устрою. Могу печеньки достать, могу что-нибудь приготовить. Или можем позвонить и заказать. Ты что любишь, Джереми? Тот в растерянности следует за тетей на кухню. Ты делаешь вид, что идешь следом, пока не убеждаешься, что Джереми полностью поглощен беседой. Если я попытаюсь открыть дверь, они меня услышат. Так, попробую кое-что очень странное. Надеюсь, сработает. Как пробраться наружу так, чтобы меня не услышали? Офигеть! Телепортироваться наружу? Пройти сквозь дверь? Обалдеть! Давайте попробуем телепортироваться. Неужели в нее получится? Так ведь можно, да? Почему бы и нет? Ну да, знаете как, мечтать так мечтать. Ты закрываешь глаза, сосредотачиваешься. Нет, ничего не происходит. Блин, времени нет, давай уже! Ты зажмуриваешься изо всех сил и вдруг слышишь в ушах легкий хлопок. От неожиданности ты пошатываешься, наклоняешься вперед и чуть не шагаешь мимо ступеньки на крыльце по ту сторону двери. Фух, я как выжатый лимон, но зато сработало. Она телепортировалась? Ха, у меня получилось. От радости ты прыгаешь на месте, но затем вспоминаешь кое-что очень-очень важное. Мне же еще надо как-то в машину попасть, блин, точно! Машина сама собой закрыта. От напряжения твое сердце начинает биться часто-часто. Нужно скорее что-то делать. Как мне достать книгу из машины? Переместить книгу прямо мне в руки. Чего уж там. Ты напрягаешься изо всех сил так, как никогда еще не напрягалась. Давай, это важно! Это очень нужно! Мне нужно все вспомнить! Вспомнить! И книга с легким хлопком ложится тебе в руки. От неожиданности ты едва не роняешь ее прямо на дорогу. Ну, наконец! Сработало! Но затем ты понимаешь, если войти в дом со странной книгой в руках, будут расспросы. Ты прячешь ее в тетиной цветочной клумбе. Ты возвращаешься внутрь уже проверенным способом. Измотанная напряжением, шатаясь от шока, но гордая неожиданным успехом. Ну еще бы! Она только что телепортировалась. А потом, по сути, ту же книгу тоже телепортировала себе в руку. Она какой-то не просто маг и супергерой все вместе. Ну вот это, конечно, фантазия. В гостиной никого нет. Не считай Арнольда. Он тихо-тихо шепчет тебе. Ты пробралась наружу с помощью колдовства? И не только пробралась. Представляешь? Ты шепотом пересказываешь коту, как достала книгу из машины и спрятала ее в клумбе. Тот только жмурится от неожиданности. И ты сама все это? Конечно! Я ведь без книги не верну себе память, верно? Да, книга необходима, но... Никто никогда тебя этому не учил. Ну, я просто знала, что могу, и все. Впечатляюще, Хлоя, очень впечатляюще. И это не просто слова. Не думал, что твоя сила проявится так скоро. В смысле? Объясню потом. А сейчас беги, спасай своего друга от тети Эшли. А, я совсем забыла. Джереми. По пути назад на кухню ты слышишь, что тетя что-то в полголоса говорит Джереми. Ты напрягаешь слух, стараясь оставаться незамеченной. И ведь ей сейчас так тяжело. Пойми, Джереми, я ничего не имею против тебя, но я хочу убедиться, что ты не пытаешься извлечь выгоду из ее трагедии. Ничего себе, она прям на прямую такую тему взяла. Ничего себе. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Сначала она потеряла память, а теперь она моя девушка. Я тоже об этом все время думаю. Но ничего не могу с собой поделать. Она мне очень нравится. И мне кажется, что я ей тоже очень нравлюсь. Ты на цыпочках отходишь на несколько шагов назад и громко кашляешь, делаешь вид, что только возвращаешься. Тетя и Джереми уже невинно улыбаются, притворяясь, что ни о чем не разговаривали. Ну что, как насчет поесть? Ну, мне вроде как уже пора домой, уже поздно. Ты смотришь на тетю и хмуришься. Ее улыбка сменяется виноватым выражением лица. Было так приятно снова тебя увидеть, Джереми. Приходи к нам в любое время. Спасибо, конечно. Давай я тебя провожу. Ты собираешься рассказать Джереми, что подслушала их тихий разговор, но, к твоему удивлению, он заговорил об этом первым, когда вы вышли из дома. Не знаю, подслушивала ли ты нас или нет. Знаешь, это даже вроде как карма. Меня допрашивала Ава, тетя допросила тебя. Джереми улыбается и молча кивает. Я просто хочу, чтобы ты знала. Это не обман. И не важно, что там Ава болтает. Я знаю, что ты со мной не ради денег. И надеюсь, ты понимаешь, что я хочу быть с тобой не из-за твоей амнезии. Надо ему как-то ответить и попрощаться, ну как? Ну, поцеловать. На полпути к машине ты берешь Джереми за руку. Ваши пальцы плотно переплетаются. Знаешь, а я даже рада, что со мной все так случилось. Иначе... Иначе всего бы не было. Вот так. И ты показываешь ему, как именно. Чуть подняв голову, прижимаешься к его заждавшихся губам. На целую вечность весь мир расплывается, исчезает. Все, кроме поцелуя, перестает существовать. Ты всеми силами растягиваешь это наслаждение. Это одно жаркое желание на двоих. Наконец поцелуй кончается, но вы с Джереми не расходитесь, прижавшись лбами друг к другу. И не важно, что думают остальные. Согласен. Ты не сходишь с места и ждешь, когда машина Джереми повернет за угол и скроется из виду. А затем идешь к клумбам у дома и там среди цветов наконец прижимаешь к себе книгу. До сих пор не в силах поверить, что она наконец в твоих руках. Вернувшись домой, ты притворяешься усталой, желаешь тете спокойной ночи и вместе с Арнольдом бежишь к себе в спальню. Не торопись, Хлоя, дождись, пока тетя уснет. Я так долго ждала, могу потерпеть еще несколько минут. Ты считаешь эти минуты в темноте, пока наконец не слышишь, как она уходит спать. Можно? Арнольд кивает. Он смотрит на тебя как-то странно, но сейчас тебе все равно. Пора наконец узнать, что все это значит. Ты открываешь книгу на первой странице. Сначала тебе кажется, что ничего не происходит. Так, из окна немного дует, ничего особенного. Но затем ты дотрагиваешься кончиками пальцев до страницы и книга с силой вырывается из твоих рук и зависает в воздухе прямо перед тобой. Ее исписанные страницы начинают перелистываться сами собой так быстро, что ничего не разобрать. Арнольд, что происходит? Я не... не знаю. И тут ты подпрыгиваешь от неожиданности. Книга шлепается на пол, еле заметно мерцая. И ты ощущаешь чье-то присутствие, но не так, как той ночью на кладбище. Потустороннее, но на удивление приятное ощущение, что-то спокойное и очень знакомое. И пока твое испуганное сердце отчитывает доли секунды, перед твоими глазами возникает призрак. Это мама? Или кто? Это призрак женщины, и ее глаза неожиданно тепло смотрят прямо на тебя, светясь в темноте. Хлоя, ты уже такая взрослая. Что мне сказать в ответ? Вы... Это ведь ты, да? Моя... мама? Грустная улыбка застыла на ее лице. Догадалась, но я же вижу, ты не узнала меня. Если бы только я могла это предотвратить. Что мне сейчас делать? Я так хочу вспомнить тебя, папу и вообще всю мою жизнь. Если бы ты знала, как я... Что же сейчас сказать моей маме? Кто же вас убил? Девочка моя, не думай сейчас об этом. Именно этот вопрос стоил тебе памяти. Сейчас у тебя есть дела гораздо важнее. Со временем ты все узнаешь. У меня мало времени. Трудно оставаться в этом мире. Есть время сказать только самое важное. Дальше дело за тобой. В смысле? Ты нашла нашу фамильную книгу заклинаний, девочка моя. Жаль, что она не попала к тебе раньше. Фамильную? Нашу? В смысле? Ты особенная, Хлоя. И не просто потому, что ты моя любимая девочка. У тебя есть дар, как и у всех женщин в нашем роду. Из поколения в поколение в Блэквуде. Ты Блэквудская ведьма. Я ведьма? Именно. Магия часть тебя, но ее нужно каждодневно тренировать и оттачивать, чтобы ты могла защищать Блэквуд от зла и черной магии. Что ей ответить? Я ведь это знала. Я всегда это знала где-то очень глубоко внутри. Но мне так страшно. А если у меня не получится? Хлоя, мне уже пора возвращаться. Но как мне теперь быть без тебя, без твоей помощи? Никогда не сомневайся в себе. Что бы ни случилось, кто бы ни был рядом с тобой, даже когда ты совсем одна, ты можешь все. Ты единственная надежда Блэквуда. Спасти этот город, вот твоя судьба. Так было всегда. Ты должна найти себе учителя. На мгновение ее испуганные черты расплываются, но ей удается вернуться. Прости, девочка моя, я больше не могу. Арнольд, помогай ей во всем. Обещаю. Нет, мама, не уходи. Не забывай мои советы. Учись, расти и защити Блэквуд. И никогда не забывай самое главное. Мы с папой очень тебя любим. Она растворяется в воздухе прежде, чем тихое эхо успевает ответить ее голосу. Напряжение долгого дня наконец переваливается через край. Ты падаешь навзничь на кровать, не сдерживая рыданий. Спустя целую вечность, полную слез и боли, ты наконец засыпаешь бок о бок с Арнольдом, единственным другом, которого не смогли вырвать из твоей памяти. Ух, сколько сразу информации. Только я, возможно, пропустила. Тетя Эшли, это чья сестра? Папа или мама? Если мамы, то почему она не ведьма и не в курсе дела? Хотя возможно и в курсе, но мы еще об этом не знаем. Ой, столько информации и на бедную девочку столько теперь заданий свалило защищать целый город. Ну что, друзья, ждем продолжения. А все прошедшие главы вы найдете в плейлисте в описании под этим видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры